Так, видео отключать, думаю, что ж сюда записать, я нифига не помню, а когда видео включено, прям сейчас всё вспомнится, подгоняй себе видео. Она мне говорит, а, она вообще говорит, пойдём чайку, и говорит, а расскажи, откуда у тебя пошло твои первые там миллионы, когда стала зарабатывать, твоя популярность в рекламном бизнесе, я ей же рассказываю про бизнес-молодость, я ей рассказываю о том, что я пошла на фотосессию после того, как отучилась на визажиста, она меня накрасила, я купила себе красное платье, она говорит, в подарок от меня фотограф будет тебе делать фотосессию. Я как раз купила себе красное платье, приношу его, говорю, подойдёт, она мне делает классный смоки-айс, прическу, после того, как я вот отучилась у неё, приходит фотограф, мы идём фотографироваться, и у меня эти фотки остаются. Я ей рассказываю вот эту историю. История такая, значит, я фотографируюсь фотки, есть фотки классные, где в красном платье, длинные белые волосы, ну, не длинные тогда, ну, до лопаток. Вот, вся такая красивая, 2013 год, я еду в Москву, и там на бизнес-молодость, на пятилетие компании, их деятельность, пятилетие бизнес-молодости, короче. Вот. И останавливаюсь в хостеле, и мне пишет там чувак, говорит, а что ты в хостеле, поехали ко мне? А я тогда уже разрекламировала себя после коучинга, что я классно делаю Яндекс.Директ, меня уже многие знали. И он такой говорит, ты вообще крутая, я хочу тебя взять в ученике, ты будешь, я буду твоим ментором, я вообще в миллионе за сто, крутой чувак, я там закрыл там миллионы, у нас там своя фабрика с родителями, не помню, фабрика омоющих средств, по-моему, вот, и говорит, давай я тебя возьму в ученике, 2013 год. Ты такая крутая, ты 300 сделала тысяч за месяц с нуля, ну, вот, после коучинга, и, короче, вот, приехала в Москву, и все такая классная, тра-та-та, вот, давай ты у меня поживи, я тебя покоучу. И он был лучшим таким хорошим другом Миши и Пети Осипова, и вот всегда в их тусовке. И он мне говорит, ты должна сделать, а, он говорит, расскажи о своей жизни и о любимой своей книге. Я говорю, моя любимая книга, я не помню автора, по бизнесу, короче, я же вся там бизнес-вумен, блин. Говорю, моя любимая книга по бизнесу какого-то автора, и там мне запомнились слова его по жизни, которые я применяю, это моя фишка. Он говорит, в чём твоя фишка, да, вот. Я говорю, моя фишка, посмотри, что делают люди, и не делай это. Делай всегда новое, чтобы за тобой потом повторяли. Будь всегда первопроходцем, ну, в любой сфере, в любой деятельности, там, в рекламе, там, что бы ты ни делала. И он такой говорит, окей, что делают люди на БМ, когда продвигают себя, какую рекламу делают. Вот я говорю, ну, Петя с Мишей учат писать, что это супер-классный товар, там, услуга, дёшево и с гарантиями. И расписывать гарантии, расписывать, почему дёшево, давать 33 скидки, давать кучу всяких разных этих плюшек, подарков, два в одном, там, а вот ещё, вот ещё. Короче, расписывают, как продать товар. Он такой говорит, значит, тебе что нужно сделать? Я говорю, моя фишка — не продать товар. Он такой, окей, а как не продать товар? Я говорю, написать дорого, противоположное, и без гарантий. Он такой, всё, с сегодняшнего дня ты меняешь в своих соцсетях, где у тебя дёшево, где у тебя с гарантиями, пишешь. Круто, дорого, без гарантий. Это будет твой сленг. Я говорю, ну как это? Он такой, вот так вот делаем. Это же твоя фишка. Я говорю, моя фишка. Он говорит, зато тебе будут говорить. Я говорю, ну никто же не купит ничего. Он такой, а ты сначала попробуй. Ты не пробовала, уже решила, блин, заранее. Я говорю, ну да, чё. Он говорит, если ты этого не сделаешь, ну просто завтра собираешь с утра манатки, вернее. Уже ночь была, собираешь манатки, да, и утром, чтобы тебя здесь не было. Прямо жёстко так. Я ментор, я так хочу. Я говорю, ладно. Они же любят ставить людей в безвыходное положение, чтобы просто жопа горела, и ты ничего не мог. Ну то есть тебя выкидывают на улицу голым, и ты должен заработать денег, или, ну как бы, тебе не дадут одежду, или ещё что-нибудь, не знаю. Там трэш, просто говорят, там, например, хочешь со мной встретиться, Петя, говорит, там, в Дубае, да, вот летишь бизнес-классом, показываешь билеты. Тот говорит, да нет, у меня денег, помоги. Ты должен найти, либо никогда со мной не увидишься. Ну и люди, конечно, находили деньги там, суетились за день, чтобы полететь бизнес-классом, встретиться с Петей. И вот это тоже трэш, вот так мне говорит. Дальше, что ты ещё можешь? Покажи свои фотографии. А я, чтобы вы знали, вообще не люблю ни фотографироваться. Я в жизни очень красивая. На видео, на фотках просто ужас. Ну реально, мне потом люди видят вживую и говорят, ты другая, ты такая красивая, ты... Ну я реально офигенная, когда я вживую. Но на фотках я не фотогенична, я не получаюсь, я не знаю. У меня все фотки кривые, косые, у меня почему-то круглое лицо всегда. С какого бы ракурса, какие фотографы бы мне не фоткали, я смотрю на себя. Ну я стрёмна, есть такие соски вообще офигенные. Я соска в жизни, но вот не так. И он говорит, покажи фотки. И у меня как раз фотосессия. И в этой фотосессии везде нет лица, потому что лицо не получилось. Везде кривое, косое. И у меня в красном платье одна жопа. Вот, волосы, слегка повернутое лицо, там может где-то чуть-чуть рассмотреть, там опущенное вниз, волосами закрыто. Он говорит, во, делаем тебе бренд. Круто, дорого, без гарантий. Кто не может быть бизнесменом? Я говорю, ну, неумный, дурак, неправильный, косой, там, хромой, не умеющий считать деньги. Он говорит, кто еще? Кого обсирают? Кто у нас тупой? Я такая, блондинка. Сижу такая, блондинка, короче. Блондинка. Блондинка и супер бизнесмен с офигенными чеками не вяжется. Ну, на тот момент это действительно какой-то был прям крутился в воздухе. Прикол про блондинок прям везде был. Ну, сейчас такого уже как-то нету, сейчас всем пофиг, сейчас любая девушка вот с такими, там, губами, волосами, там, это, они все бизнес-леди, это нормально сейчас. Но на то время это казалось каким-то странным. Вот. И он говорит, берем вот эту фотографию, красное твое платье, жопа видна вот эта вот, и пишем бренд, блондинка в красном, круто, дорого, без гарантий. У всех будет мужиков разрыв шаблона. И сколько, говорит, зарабатывают самые топовые агентства, все агентства, возьмем в среднем, по рекламе настройки Яндекса и сайты, сколько они в среднем зарабатывают? Я говорю, ну, с одного человека за настройку плюс введение, там, отдельно, 10 тысяч рублей. Я тогда брала там 3, 3, потом 5, потом дошла до 10, говорю, я тоже сейчас 10. Я говорю, круто за месяц поднялась, с бесплатного, сделала кучу кейсов по рекламе, очень много бесплатных. Они все настолько эффективные, там люди просто заработали большие деньги с малыми вложениями. Я говорю, у меня столько этих кейсов, что вся бизнес-молодость у меня хочет настройку. У меня заказов уже, говорю, за этот месяц больше 100, по 10 тысяч рублей. Я говорю, уже миллион свой заработала, уже на второй, вот уже второй месяц пошел. Первый был 300, второй там уже миллион и дальше. Он такой, с завтрашнего дня ставишь 100 тысяч. Я говорю, как? Он говорит, ну тебе же надо рекламу сделать, надо же себя продать. Блондинка в красном, круто, дорого, без гарантий и 100 тысяч. Я говорю, да нет таких цен. Он такой, ставь. Я ставлю, но у меня сначала трясло, но я потом обмозговала и поняла, что ту работу, которую делала я, она реально не стоит 10 тысяч, она стоит в 10 раз больше. Потому что ту херню, которую за 10 делали, не сравнится вообще с той работой, которую вкладывала я. У меня университетское образование, антикризисное управление, оценщик, аналитика, аудитор. И я прямо аудит делала таких компаний и сайта сразу. И звонила, как тайный покупатель и менеджеров коучила. Я там писала этот бизнес-план для открытия предприятий, курсовую сдавала в университете. А тут я начала этот курсовый бизнес-план для предприятий прям отдавать. Я прям такую работу проделала, аналитическую, совмещала в себе и бухгалтера, потому что знания, юриспруденцию, маркетологов, статистов и так далее. То есть я могла в бизнес-плане закрыть все отделы. Там же финансовый план, маркетинговый план, продажный план, планирование и так далее. В бизнес-плане, чтобы открыть предприятие, получить суд в банке, чтобы его открыть, да, деньги, нужно предоставить бизнес-план открытия. И там он очень большой, поэтапный. И я его умела делать, чтобы открыть предприятие. Естественно, для меня просто прийти и сделать аудит, ну, херня полная, аудит как раз рекламных компаний, их продвижения. Сколько они тратят денег на рекламу, составить вот эти графики, по каким-то мусорным запросам они крутятся, как эффективно им себя продать. У них там хромает доставка, хромают менеджеры. У них там нет уникальных торговых предложений, у них очень все скудно, их тяжело найти. Не написано на сайте, блядь, в каком они городе находятся, крутятся по всей России, люди заходят, не понимают, выходят. То есть там очевидных вот этих вот вещей было куча. И я делала эффективную. И поэтому я поставила 100 тысяч, короче, не стала с ним спорить. И все, у меня пошли заводы, машиностроительные, те, которые просто машины продают, арматурные заводы. Заводы там по утилизации зданий, пошли разные фабрики, три ювелирных завода московских там. И пошло, короче, я за месяц закрыла столько сделок, они, каждое было 100 тысяч, потом еще 30 заведений. У меня там пошли огромные обороты, заключила контракт с Яндексом. Яндекс мне оплачивал еще 20% со всех потраченных денег на Яндекс от клиентов. И плюс, каждые три месяца премию давал, еще 10% от всех оборотов. Каждые полгода, 15% еще, и годовую еще премию. Я просто купалась в деньгах и строила арматурный завод. То есть я вкладывала деньги, и в итоге потом еще всем занимала деньги. У меня тогда проблема была, научилась их генерировать, а сохранять нет. Да, я этому училась, проходила опыты. Я поняла, что если я не умею тратить, их потратят другие. И потом разбежалась там с человеком, с которым мы напополам строили, вместе участвовали. Я вкладывала там деньги. Он просто отдала ему, подарила, сказала, все, забирай, блядь, все деньги. И, короче, всем позвонила, кто мне должны были деньги. Сказали, вы мне ничего не должны. И тогда у меня еще больше рост пошел, еще больше просто. Я офигела, мне все деньги вернулись. Но я их тратила. У меня там каждую неделю, каждый месяц там бизнес-класс, первый класс на самолете, новая страна, пятизвездочный отель, самый дорогой, там 36 стран. Ну и, короче, я везде просто вот так вот вип-вип-вип-вип. Я ничего не покупала, ничего не копила, ничего, блядь, вообще не надо. Все вот просто тратила на вот этот кайф. Потом, конечно, квартиру одну-вторую купила и отнесла еще деньги, блин, к Далматову. Ну хорошо, что я к нему сходила, это было круто, потому что я увидела у него одну фразу, в которой я не была до конца уверена, а тут я до конца стала уверенной, что причина во мне. Потому что я тысячу раз эти книги читала, да, я это понимала, я всегда говорила, что я есть этот бог, я ни в кого не верю, я атеистка. И в нашей семье все в это верят, что причина в нас. Но у меня, я как бы знаю, я это говорю, я причина, я бог, ну, как бы он внутри меня, я его часть. Не надо ходить никому отдельно там молиться, и вот, пожалуйста, просто обратись внутри себя к себе, этого достаточно, он слышит тебя внутри тебя. Ну, как бы ты ни тело, ни ум, ты, у тебя связь, ты частичка, часть, как бы мы все клеточки организма. И я это понимала, но в том, спустя куча лет, да, я поняла, что я этого ни хрена не понимала. То есть я понимаю вроде и не понимаю одновременно. То есть до конца вот этого осознания не было. И тут, короче, меня прям пересчеркнуло. Вот, то есть каждый мошенник сыграл свою роль. Вот вообще все люди, которые попадались, сыграли свою офигенную роль, что я благодарна, что куча бабла туда отнесла, туда, 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 везде, короче, находила выгоды. Вот, что дальше? Короче, жизнь лет семь была просто офигенная. Понятно, что мои деньги уходили еще, у меня были очень, ну, как бы много работников, да, в офисе, который надо было содержать, купить там все компьютеры на аутсорсе, куча настройщиков, рекламу было. Представьте, сколько компаний, сколько работы. И у меня очень много было людей, которым я отчисляла деньги. Естественно, половину там всех моих доходов, да, по зарплатам уходило. Это и налоги, естественно, официально все, через ИП, ну, как бы тут по-другому никак. Естественно, ну, оставалось очень много денег, чтобы путешествовать и вот просто шевряться вот так. То есть жизнь была какое-то время прям офигенная. Не, она сейчас еще лучше, просто мне вот это нахер уже не надо. Вот. И что вы думаете? Так, что вы думаете? Кому я вообще это говорю себе? Что я думаю? Я рассказываю, что у меня пошел взлет. Эту историю слушает Ира. Ира. И она говорит, так вот, Нелли, это и есть твой ресурс вспомнить то чувство, да, те технологии, то, что ты тогда придумала в 2013 году. И подтвердила, что нужно идти в противоположное и напиши бренд свой новый. Я пишу, короче, вчера в Instagram и в Telegram описание, когда ко мне зайдешь. Там написано эффективно, долго, тяжело. Я это написала. И тут же приходит знак. Тут же приходит знак. Какой? Сейчас к нему дойду. Вот. Мы понимаем, что теперь мне нужно перетрансформировать. Она мне это все за меня видит, да, и подсказывает. Ну, ты вот на это посмотри, ты вот на это посмотри. Ты чего это не видишь? Ты что это не видишь? Это же знак. С кем ты тогда еще познакомилась? Кто тебе еще, какой там, что тебе мог сказать? Я говорю, был там еще один человек. Я не помню, как его зовут. Десять лет прошло. Я не помню, о чем он писал книги, писатель и коучер. Он дружил тоже с Петей и с Мишей. Петя у него учился. Это его был ментор. Там вообще он монах был там. Ну, живет сейчас и на Бали. Он там тогда жил. И в Тибете, и там везде просветлялся. Я говорю, я не помню, кто это. Я помню, что он лысый. Она говорит, а он что тебе сказал, помимо того, что нужно все наоборот делать и задавать моду всему, что дал тебе тот человек? И я начинаю вспоминать. Мы пытаемся найти в моем бункере технологии, которые давно существуют, и их надо вытащить наружу. Вот она меня прорабатывает. То есть она не умеет, не знает, но она меня видит. То, что я говорю, я рассуждаю. Она видит со стороны, что я это не вижу, о чем я говорю. Вот она своим взглядом меня направляет. Также и мои ученики, которые будут ко мне приходить со своими проблемами. Я буду переводить, да, это моя проблема, давай я себя буду разбирать, а ты наблюдай как бы и объясняй мне то, что я не вижу. И когда он будет объяснять, он себя увидит. Вот так вот, когда Ира меня проработала, мы все нашли, все технологии нашли и так далее. Ира, получается, осознала, что ей делать. И когда она это осознала, она осознала, что мужику делать. Ну, короче, вот такая цепочка пошла от меня. То есть она меня прокоучила, хотя она не знала как. Также любой ученик, который придет как бы рано на новые ворота, я ему скажу, давай меня прорабатывать. И он охренеет, как это? Я скажу, а новые технологии? Вот они, новые технологии, блин. Вообще все наоборот. Когда приходит ученик к учителю, ученик должен стать учителем, ученик к учителям, а учитель учеником. Это же, блин, очевидно. И вообще смотреть, что делают люди и не делать этого. Не копировать нахер никого, а все вообще наоборот. Потому что сторона медали одна, которую мы принимаем, вторую отрицаем. Вот эту сторону, которую мы отрицаем, там столько энергии, она еще непознанная, непонятная, неявная. И вот эту вот сторону нужно туда идти, в эту энергию, в эту темную, в эту глубину, в неопознанную, и вытаскивать там все ресурсы, которыми мы не пользуемся. И, естественно, в непонятное надо идти, в новое, в противоположное. Как искать новое? Найди противоположное, вот тебе и будет новое для тебя. То, что ты отрицаешь. Как это на пользу используется? Я же все время об этом и говорю, но я же не вижу, блин. Теперь вижу. Так вот, рассказываю про этого лысого человека. Я беру паузу и говорю Ирине, так, я не могу имя вспомнить и рассказываю историю. В общем, мы на бизнес-молодости, короче, слушали там Петю Мишу на каком-то выступлении, и он знакомит нас с этим и говорит, а, он выступил там на сцене, ой, Неля, ты сейчас сама будешь пересмотреть эти видео, запутаешься. Короче, он пригласил этого человека, лысого монаха, Петя с Мишей, на сцену. Тот повыступал, 10 минут познакомился и пригласил на свой тренинг к Мэйже. Мне как раз было интересно взаимоотношения мужчины и женщины. Я как раз встречалась и жила тогда с парнем. Вот, и я хотела что-то разнообразить как-то наши отношения. Ну, все было так хорошо, но думаю, ну, надо сходить все равно, поучиться. Прям так его порекомендовали. Я прихожу на этот тренинг к Мэйже. Тогда зал был маленький, билеты были ограниченные, дорогущие, и там вмещалось только вот лимит 40 человек. А у него залы по 2 тысячи и по 5 тысяч человек тогда были. Вот, и я, значит, сажусь впереди, и он рассказывает, а я ржу, там, задаю вопросы. Ну, короче, такая коммуникация происходит. Все, заканчивается тренинг. Это было очень интересно про Мэйже. Это, ну, прям вообще мне так понравилось. Я не помню что, но я с такими эмоциями. Он выходит и идет за мной, говорит, здравствуйте, можно с вами, девушка, познакомиться. Я говорю, да, Нелли меня, вспоминая имя Сергея, Сергей его зовут. Тоже как Сергей Толматов, блин, как Сергей, актер, который меня прокоучил на Турбоострове, на выживание. Короче, везде одни Сергеи, блин, меня качают. Вот, и он мне говорит, я когда выступал, я так хотел с тобой познакомиться, мне нужно подержаться за твою ручку, да, мне просто за ручку подержаться. А он для меня, знаете, ну, такой гуру, ну, такой недоступный. Кто я вообще? Сепелявка только вылезла какая-то, вообще никто, вообще левая какая-то. И тут, короче, чувак, которому Миша с Петей, для меня они тоже крутые, ходят учиться. Ну, это учитель учителя. И этот говорит, можно Нелли подержаться за ручку? Я даю, трясусь, он, короче, держит мою ручку. Говорит, я, ну, как бы, долго бы не отпускал. А рядом его девушка стоит. Вот, она все понимает, а я не могу понять, почему какой-то мужик держит меня за ручку, и рядом его девушка стоит, они на меня смотрят, она улыбается, для нее это нормально. Для меня, ну, вообще разрыв такой шаблонов. Вот, держит за ручку, я ухожу, он такой, Нелли, постой, дай мне еще за ручку подержаться. Я не напитался твоей энергией. Какой, блядь, энергии? У меня бабки, у меня бизнес, у меня, короче, мужиков, всех конкурентов убирать. Я же вообще такая, блядь, всех порву, конкурентов просто вот так вот швыряла. Я раскидывала любого. Ну, это был вообще такой трэш, что тогда в бизнесе происходило. Я же вообще вот так вот, блядь, всех разъебывала так, что вообще на меня ни на какой кобыре не подъехать было. И все мечтали со мной познакомиться, бизнесмены, и вот не знали, как подойти, потому что они все меня боялись. Я же вообще там рвала и металла, и вообще там, а что ты сделал мне, чтобы я с тобой вообще тебе внимание уделила, даже пять минут? Вот. Но этот был духовный гуру, понимаете? Для меня это вообще что-то недостижимое, вообще просто вот такое вот. Я ухожу, и он мне звонит, говорит, Нелли, приходи ко мне домой фильмы смотреть. Я еще приглашаю компанию, там 10 человек будет, приходи. Какие фильмы, блядь, о чем? Дом, я прихожу к этому гуру, у меня вообще, ну, думаю, ничего, меня прет, меня вообще во все щели прет. И так круто, и с деньгами, и с бизнесом у меня там это, обучение по маркетингу стали. Там я в эфиры постоянно выходила, там рассказывала по бизнесу, по маркетингу, как открывать бизнесы, да, как их рекламировать, продвигать. Какие ошибки не надо делать, и какие ошибки все делают. Ну, в общем, контент у меня был классный. Кто меня знает по тому времени, помнит меня, прошлое вообще было другая. Вот. И я последнее время хожу и говорю Ире уже месяц, да, вот этот, там, три недели, вот, что она живет, что я так хочу вспомнить то состояние, в котором я просто вот махнула, и все. Мне не хватает той охуевшести. Сейчас я говорю, я скромная, я не хочу у людей брать деньги, я не хочу выделяться, не быть такой наглой, я не хочу, ну, я хочу той энергии, когда я считала себя вообще самой просто вот лучшей. У меня сейчас такого нету, я сейчас себя считаю самой обычной, самой простой, невыдающейся. Ну, вот, как бы, да, у меня классные знания, да, я кому-то могу помочь. Ну, как бы, есть и есть. У меня нет вот этой гонки. Ну, я хочу это внутри чувствовать, но внешне я не хочу, чтобы так это проявлялось, как тогда. Вот. Я хочу по-другому, чтобы эти чувства во мне были, ну, настолько охуевшести, что, ну, лучше меня, ну, просто не может быть никого вообще. Все вот просто возле Плинтуса, а я вот такая вот богиня. Я хочу этого чувства, но вовне, чтобы это было адекватно, нормально, ну, то есть, как бы, я хочу вот эти чувства скорости, где я не присесть не могла. У меня вообще вот так вот все летало мысли за мыслью, идеей за идеями, я тут же реализовываю, тут же проект придумываю. У меня же этот проект, пока я думаю, уже печатается, он уже отправляется, у меня уже деньги заработаны за минуту. Там, там, короче, все вот так вот у меня было. Я хочу сейчас таких движух, я не понимаю, как это возбудить. И вот я Ире рассказываю, что вот я тогда была вот на таких движухах, и она же меня раскручивает. Давай, что тогда было, с чего все началось, что это самое тогда. И вот к Азимову возвращаюсь, чтобы не уходить далеко. А, я уже сказала его фамилию, это я уже потом узнала, какая его фамилия. Короче, этот Сергей меня зовет к себе, я прихожу, и мы смотрим два любовных фильма. Ну, таких мелодрамы старых французских про любовь. И он рассказывает про отношения. Он рассказывает, что вот посмотрите ее поведение. Комментировал весь фильм. Посмотрите, какие она ошибки делает, он какие ошибки, где правильно, где неправильно, как нужно было, как не нужно. Ну, то есть рассказывал про отношения как завершающий этап после его тренинга про отношения. То есть он разбирал фильм, это было очень круто. И я сидела, оказывается, все деньги большие мы заплатили за эти разборы, за этот домашний квартирник, тусовку. А меня он просто пригласил. И он подходил постоянно, говорит, дай за ручку подержаться, дай за ручку подержаться, дай за ручку подержаться. Думаю, да что это такое. Он говорит, у тебя просто такая энергия, мне не хватает вот этой вот женской энергии подпитаться. Подпитаться, говорит, чтобы вы знали, у него одна книжка тогда 80 тысяч стоила. И сколько бы он ее не рекламировал, все книги у него просто расходились. Так, телефон. Я рассказываю, как будто кому-то рассказываю. Не буду это заливать, блин, Нелли. Что ты это, как будто кому-то рассказываешь. А может ты залить. Такое нельзя заливать. Фак, нет, еще в маске. Сижу в белой, блин, ее надо давно было смыть, ладно, пофиг. Короче. И он говорит, у тебя такая энергия, ну мне надо подпитаться. А у него до хера денег. Он крутой. Он духовный, он вообще просветленный. Он вообще офигенный. У него офигенные книги по бизнесу. У него бизнесмены учатся. У него учатся те, кто отношения хочет построить. У него там, ну просто, классный чувак. Я думаю, что он, мою энергию у него своей там дофига. Я там вообще рядом с ним, я рядом с ним стою, его энергия меня просто сносит. Вот так вот, в цунами. И я просто это. А он моей хочет подпитаться. Мне вообще непонятно. И, короче, он приглашает меня потом на следующее свое выступление по бизнесу-духовному, что там. Я не помню конкретно, что за тренинг был. В общем, в зале, чтобы вы понимали, сидит очень много людей. Это огромнейший зал. Просто я не знаю даже сколько это людей, даже примерно не буду говорить. Дофига. Я сижу в первых рядах. И он рассказывает историю про поле, про энергию. Вы, наверное, все слышали. По кому всем я себе рассказываю. Короче, все об этом знают. О том, что, допустим, кто-то слышал об этом. Я это тоже где-то услышала, тоже на эфирах рассказываю. Нелли, будешь пересматривать, охренеешь. Кому ты это рассказываешь? А, понятно, ты же себе рассказываешь, чтобы потом смотреть. Окей. В общем. Потеряла мысль. Отвлекла себя. Мы часто слышали о том, что если посадить одного человека с большой энергетикой, офигенным полем доброго, светлого в город, да, в этом городе заканчиваются убийства, преступности становится меньше. То есть он своим светом, полем и энергией держит весь город. Есть такие люди, которым достаточно просто быть там, никуда не ходить, никто о них не знает. Они просто сидят и поддерживают мирное существование всего города. Или городов там ближайших, или там каких-то районов. То есть есть такие люди с такой вот энергетикой. И он рассказывает об этих людях тогда. А, я от него-то это услышала. А потом начала слышать это в разных источниках. Потом стала сама упоминать, что энергетически поддерживает. И его спрашивают из зала. Ну, мы понимаем, это вы так можете поддерживать. Он такой, да, я, говорит, могу поддерживать. А его спрашивают, а вы встречали еще таких людей, которые могут поддерживать своим биополем, энергию, ну и так далее. Я не помню, честно, что он ответил. Потому что у меня тогда случился и паническая атака, и одновременно непонятка, и радость. И вообще это был для меня ступор, короче. Огромнейший зал людей. Там и Петя, и Миша были. И бизнес-молодости всяких куча людей. И левых, и бизнесмены сидели. Дядки, тетки, все такие крутые. И те, которые просто пришли послушать. И, короче, говорит, да, есть в моем поле такой человек. Я знаю такого одного. И смотрит на меня. Он меня не знает, мне не знакомы. Он просто за ручку подержал там первый раз, и потом у него дома. Но мы так не общались, да, он задний был. Ничего мне не объяснял.